Заплыв на такси. Машина вместе с водителями и пассажирами утонула в яме на дороге в районе магазина Карагандинец. ЧП очевидцы засняли на видео. Вот в Караганде у нас дороги, охренеть можно. Люди смогли выбраться из машины, но намокли в ледяной воде и замерзли. Вытаскивать машину пришлось с помощью троса. Эта яма на Юго-Востоке существует уже 4 года, но почему-то на нее не обращают внимания ни власти, ни административно-патрульная полиция. Меж тем, это не первый случай, когда карагандинские водители ломают машины в ямах и открытых колодцах на дорогах. Ануаро Розалинов перевернулся на своем авто в апреле этого года, попав в яму на Тимиртаусской трассе. Сразу два водителя разбили машину в колодце на улице Терешковой полтора года назад. Это вот как, с какой скоростью должна машина по этой трассе идти, чтобы вот так взлететь в такую яму, такой величины, чтобы диск, на сколько он погрузится в воду. Да по-любому диск лопнет или колесо порвется. В данном случае у нас порвалось колесо. Эти кадры в самом центре Караганды автолюбители сняли прямо сегодня. Сами же провели спасательную операцию. Не ограждение, ни фига ничего. Это видео снято всего месяц назад. Машина, груженная мукой, попала в яму, пытаясь припарковаться для разгрузки. Груз, понятно, тоже пришел в негодность. Обязательно судиться. Это даже не обсуждается. К сожалению, у нас водитель настолько пассивный и не верит ни во что. Боятся, что такие случаи очень крайне редки. Но, тем не менее, если такой случай произошел, необходимо вызывать сотрудников дорожной полиции, оформлять это ДТП и, соответственно, выходить с исковым заявлением в суд на Акимат, на подрядные организации, которые делают ту или иную дорогу. Потому что у каждой дороги есть свой хозяин. Сложнее всего выяснить, кто отвечает за дорогу, считает общественник. Но автомобилисты и не обязаны это делать. Это дело суда. Правда, карагандинские водители крайне редко решаются затевать судебные разбирательства. Известны лишь два громких процесса, завершившиеся победой владельцев пострадавших машин. В одном случае водителю выплатили 850 тысяч тенге, в другом – 90 тысяч.